В бальном зале отеля «Хилтон Москва-Ленинградская» благотворительный фонд под флагом добра провел волонтерский бал для добровольцев города Москвы, прошедших обучение по программе развития социального волонтерства. Завершаем волонтерскую программу. Вещь большая, вещь серьезная, вещь хлопотная, очень задействована куча народу. Мы представляем наш колледж в сфере волонтерства. Наша компания объединила волонтерское движение, и мы помогаем людям в разных ситуациях. Такие ребята и такие организаторы, которые могут собрать молодежь и привлечь их в деле в таком строительстве, что ли, культурных, спортивных мероприятий, не только. Мы помогаем детям, ездим в детские дома, и хотим, чтобы они ничем не отличались от нас. Последний раз ездили на спектакль в Лужники Ромео Джулета, и мы были волонтерами. В программе мероприятия состоялись торжественное вручение сертификатов и выступления официальных лиц. Добрые люди нас сегодня окружают здесь. И вообще по жизни флаг добра, а именно под флагом добра, волонтер, переводится как «добрый, добрый человек». Вот и все. Давайте поаплодируем вам, друзья. При поддержке Комитета общественных связей города Москвы, молодежи студенты Москвы в возрасте от 14 до 25 лет, а это 300 человек, с декабря по ноябрь 2017 года успешно проводили занятия, участвовали в промо-акциях и даже приезжали на практику. К работе с ванатерами были привлечены специалисты кафедры после дипломного медицинского образования, детской городской больницы Москвы имени Башляева. Здесь сегодня у нас гости присутствуют Московская городская служба психологической помощи населению, института имени Пирогова, научно-исследовательского центра детской психоневрологии. И после прохождения установочных семинаров были сформированы группы, которые, собственно, направлялись на помощь нашей маленькой выдаче в Печном и социальных учреждениях Москвы. Я очень рада приветствовать вас сегодня здесь от лица Комитета общественных связей города Москвы. И мне вдвойне приятно, что проект по поддержке таких замечательных волонтеров был поддержан в рамках нашего ежегодного конкурса субсидий. И, собственно, теперь, сегодня я с удовольствием вижу результат, вижу ваши замечательные, молодые, целеустремленные взгляды. Около двух тысяч детей ежегодно приходят на нашу территорию, в больницы, где волонтеры помогают им адаптироваться. За 10 лет в России волонтерское движение превратилось в серьезную такую интересную, почетную профессию. Помогать людям – это всегда хорошо. Так что правильной дорогой идете, друзья, продолжайте в том же духе. Спасибо всем вам, что вы помогаете детям. Давайте творить добром власти. Спасибо за добрые слова. Спасибо. В этом году еще волонтеры помогали нам в новом формате чемпионата детский турнир Кубок Добра, где участвовали дети 10 команд из 8 стран. И в том числе играли впервые в турнире дети, страдающие ДЦП. Благодарим вас, дорогие друзья, за поддержку, за участие, за отзывчивость. Это было в ВАИСе уникальное мероприятие. Мы очень рады, были приняты на всем участие. Волонтеры находятся благодарственными письмами. Основная цель программы – развитие и повышение эффективности волонтерской деятельности. Я желаю всем нам и фону «Подлагом Добра» на группе «Амарио» и всем волонтерам благополучия внешнего, внутреннего, финансового, морального. Просто такого состояния, в котором было бы приятно жить и делать добрые дела, помогать жить другим. Мы рады, что стали участниками такого мероприятия. Здесь можно познакомиться с ребятами из других институтов, колледжей. В трезвом сне, хмельном романе, самолетами, авто, нас куда-то вечно манит и не ведает никто.